Всем привет. С вами канал Биография Знаменитости. Перед началом просмотра поставь лайк и подпишись на наш канал. Приятного просмотра. Сергей Бодров-младший, российский актер, сценарист и режиссер, исполнивший главную роль в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат» и его продолжении, а также лентах «Кавказский пленник», «Война», «Стрингер». В 2001 году представил свой режиссерский дебют, драму «Сестры». Погиб на съемках своего второго фильма связан из-за обвала в Кармадонском ущелье. Сергей Бодров-младший родился 27 декабря 1971 года в семье известного режиссера Сергея Владимировича Бодрова и педагога-искусствоведа Валентины Николаевны Бодровой. Когда ему исполнилось 13, родители развелись. Старший Бодров впоследствии женился на Айжан Бекуловой, художнице и галеристке из Казахстана, и у Сергея появилась единокровная сестра Ася. В юном возрасте Сергей любил одиночество и отлично сам собой обходился. И совершенно не грезил кино, а мечтал быть мусорщиком и ездить по городу на оранжевой машине. Аттестат Сергей Бодров-младший получал в московской школе номер 1265 с углубленным изучением французского языка. Учителя вспоминали, что он был в меру шебутным и подвижным, и никогда не пакостил. Уже в школе Сергея привлекли к трудовой деятельности. Его класс каждую неделю ездил на фабрику ударницы и упаковывал сладости. Школьники расфасовывали конфеты в коробки и сами перевязывали их. Заработанные деньги, правда, получала школа, тратившая их на экскурсии для учеников. После школы Бодров хотел поступать во ВГИК. Однако отец объяснил ему, что к кино должна быть страсть, а если она не придет, то о ней стоит и вовсе забыть. Сергей страсти не почувствовал, а потому поступил на исторический факультет МГУ. Он специализировался на истории искусства, а точнее, на живописи венецианского возрождения. Именно в университете, по словам актера, его научили видеть прекрасное в обычном. На курсе Сергея Бодрова считали счастливчиком, в 1991 году ему посчастливилось поехать на учебу в Италию. В учебной командировке ему удалось устроиться пляжным спасателем и скопить денег на путешествия по стране. Следующие три лета он вновь приезжал туда и работал спасателем. Педагоги вспоминали, что учеба давалась бодрову легко, было видно, что он получил отличное среднее образование. Особенно хорошо ему давались иностранные языки. Его любили и преподаватели, и одногруппники. В 1994 году Сергей получил красный диплом и поступил в аспирантуру. К тому времени он был уверен, что будет работать либо в библиотеке, либо в музее. Впоследствии, уже будучи актером, он защитил диссертацию на тему архитектуры в венецианской живописи эпохи Возрождения. Дебют Сергея Бодрова в кино состоялся в 1989 году с эпизодической роли в картине «Отца свобода – это рай». Он перевоплотился в малолетнего правонарушителя, который сидит в тюрьме рядом с пойманным главным героем. Во времена студенчества Бодров сыграл почтальона в другой ленте «Отца», «Белый король», «Красная королева». В 1995 году Сергей Бодров-старший работал в Дагестане над картиной «Кавказский пленник». Современной интерпретацией одноименной повести Льва Толстого. Сын напросился поехать с ним, пообещав помогать в самой тяжелой работе. Неожиданно для самого себя он стал главным героем картины, рядовым Иваном Жилиным, напарником персонажа Олега Меньшикова. Фильм был отмечен призом кинокритиков и киноведов Фипресси на Каннском фестивале, а также получил гран-при на кинофестивале в Сочи и на Хрустальном глобусе, приз экуменического жюри в Карловых Варах и масса других наград. Бодров-младший получил приз за лучший актерский дебют на кинофестивале «Балтийская жемчужина» и стал лауреатом государственной премии за вклад в область литературы и искусства. Несмотря на успех картины, сам Бодров себя артистом не считал, артисты – это другие люди, другая конституция. Роль для меня – это не профессия. Это поступок, который совершаешь. На Сочинском кинофестивале Бодров-младший познакомился с Алексеем Балабановым. Режиссер был под впечатлением от роли Бодрова в «Кавказском пленнике», и он предложил актеру вместе поработать над фильмом. Это стало началом не только плодотворного творческого союза, но и крепкой дружбы. Денег на съемки было мало, создателям удалось уложиться в 100 тысяч долларов. Например, знаменитый растянутый свитер Данилы был куплен в питерском «Секонд Хенде» за 35 рублей. Актеры работали практически бесплатно, едва ли не за еду. Как вспоминала актриса Светлана Письмиченко, Балабанова привлекла в первую очередь харизму Бодрова, совершенно не сочетавшаяся с образом благородного и справедливого убийцы. Наверное, именно это несоответствие заставило зрителей проникнуться картиной. Брат с проникновенным саундтреком от Вячеслава Бутусова называли летописью 90-х. Манифестом новейшего кинематографа, Данилу Багрова, героем нового поколения. Хотя не обошлось и без обвинений создателей в русофобии и расизме, фильм получил главный приз кинотавра. При этом Бодров был удостоен премии за лучшую мужскую роль. И был номинирован на Нику как лучший фильм года. Вскоре после брата Бодров получил главную роль в боевике «Стрингер», его герой, свадебный оператор Вадик, записал на видео взрыв троллейбуса и решил перекалифицироваться в репортеры. В основу сюжета легла биография помощника Владимира Жириновского Алексея Островского. Следующей работой актера стала роль в мультинациональной картине «Восток-Запад» французского режиссера-режиса Варньо. Сергей воплотил на экране образ паренька Саши, который мечтает стать олимпийским чемпионом и, чтобы обратить на себя внимание, проплывает несколько километров в открытом море. Фильм был номинирован на «Оскар». В 2000 году зрители увидели продолжение дилогии Данилы Багрова «Брат 2». На съемке продолжение Бодрова подвигло письмо женщины, чей младший сын воевал в Чечне, а безработный старший болел и много пил. Она рассказала актеру, как сына избили, ограбили и угнали у него мотоцикл. И она не знает, что ей теперь делать, ты так здорово в кино с этими бандюками расправлялся, мы с сыном кассету вместе смотрели, а сейчас он вернется, я даже не знаю, говорить ему или нет. Тогда Бодров понял, что «Брат» для зрителей, не просто кино, эта история много значит для них. В этот раз съемки проходили совсем по-другому. Несмотря на то, что многие спонсоры пошли на попятную перед самым началом работы, бюджета хватило на съемки в Чикаго, Нью-Йорке и Питтсбурге. В 2000 году Сергей Бодров сыграл отрицательного персонажа, охранника богатого американца русского происхождения, Владимир Машков. В драме «Давай сделаем это по-быстрому», режиссером которой стал Бодров-старший. В начале 2001 года стартовали съемки новой картины Алексея Балабанова, драмы о второй чеченской компании «Война». Главную роль в фильме исполнил молодой Алексей Чадов, Бодров же предстал перед зрителями как парализованный капитан Медведев, плененный чеченцами. Фильм был призером «Золотой розы» Кинотавра, а Бодров пополнил коллекцию наград премии Ника за лучшую мужскую роль второго плана. В 2002 году состоялась премьера трогательной драмы «Медвежий поцелуй». Последняя роль Сергея Бодрова – «Медведь Миша», которого воспитала циркачка Лола. Миша обрел способность превращаться в человека, и чтобы остаться человеком навсегда, ему необходимо не убивать никого в течение года. Фильм вышел на экраны уже после смерти Бодрова. Во время работы над Квики Сергей начал работу над сценарием к своему первому фильму «Сестры». Он был написан за две недели, спустя четыре дня начались съемки. Изначально картину предлагалось назвать иначе – «Дочь бандита», «Танцовщица живота» или «Младший». Сюжет повествует о двух несовершеннолетних кровных сестрах – Оксана Акиньшина и Екатерина Горина, ненавидящих друг друга. Когда их отец возвращается из тюрьмы, за девочками начинается охота. Картина получила приз Московского международного кинофестиваля как лучший режиссерский дебют 2001 года. Картина Балабанова «Морфий» была создана по сценарию Бодрова, который сам адаптировал записки юного врача Михаила Булгакова для съемок. Впоследствии режиссер слегка изменил структуру фильма и его концовку. Но в память о Бодрове, который проделал колоссальную работу, не стал списывать свое имя в титры. Главная роль тоже должна была достаться Бодрову. После его трагической гибели его место занял Леонид Бичовин. В октябре 1996 года Сергей Бодров-младший появился на канале ОРТ. Сейчас первый канал, в качестве соведущего Александра Любимова в программе «Взгляд». Здесь он проработал до 1999 года и ушел с ощущением хорошей школы. Официальная причина – начало съемок «Брата-2», однако близкие актеры утверждали, что он попросту не выдержал эмоционального накала и звериной атмосферы, сорившей на телевидении. Также Бодров был соведущим Леонида Парфенова в трех выпусках передачи «Намедни». В конце 2001 года Сергей Бодров стал вести реалити-шоу «Последний герой». 16 героев передачи жили в диких условиях на острове около побережья Панамы, проходили различные испытания, и самый выносливый в итоге получал приз в виде трех миллионов рублей. Сергей Бодров признавался, что его сильнее всего интересовала тема голода и то, смогут ли участники сохранить человечность в нечеловеческих условиях. В 1997 году Сергей Бодров женился на своей коллеге, авторе телепроектов «Акула-пера» и «Канон» Светлане Михайловой. Спустя год у них появилась дочка Ольга, а в 2002 году, за три недели до гибели Бодрова, родился их сын Александр. Ольга Бодрова стала золотой медалисткой и поступила на актерский факультет ГИТИСа, на курс Леонида Хёйфицеа. В одном из интервью она призналась, что хочет поменять фамилию, чтобы люди ценили ее за творческий потенциал, а не за громкую фамилию. Летом 2002 года Бодров приступил к съемкам своего второго фильма под рабочим названием «Связный». Лента должна была стать философско-мистической притчей о жизни двух друзей, образы которых Бодров, режиссер, сценарист и исполнитель главной роли, подсмотрел в реальной жизни. За три недели до трагедии у Бодрова родился сын. По воспоминаниям свидетелей, он постоянно грустил, а после отъезда в Северную Осетию на съемки очень грустил, постоянно звонил домой, словно чувствовал, что его время на исходе. Съемочная группа прилетела на Кавказ в сентябре. Отсняв сцены в женской колонии неподалеку от Владикавказа, Бодров с коллегами отправился в Кармадонское ущелье, где планировалось снять сцену встречи главных героев. После съемочного дня, прерванного раньше предполагаемого времени из-за условий недостаточной освещенности. Группа собиралась обратно в лагерь, когда с горы Джамара сорвалась глыба льда, упавшая на ледник колка. Он двинулся на ущелье со скоростью 180 км в час и накрыл его ущелье трехсотметровым слоем льда и камней, похоронив заживо Сергея Бодрова и всю съемочную группу. Масштабные спасательные работы велись до февраля 2004 года, добровольцы и родственники погибших надеялись найти хотя бы тело. В результате усилий спасателей из снежного плена вызвали тело 17 погибших. Более сотни человек до сих пор погребены под льдом, который, как утверждают ученые, будет таять около 12 лет. Все они, включая Сергея Бодрова, признаны пропавшими без вести.